Диски под угрозой. Ученые считают, что возрастные изменения позвоночника становятся уже практически эпидемией. А ведь межпозвоночные диски занимают одну треть всего объема позвоночника, принимают на себя всю нагрузку и еще и обеспечивают гибкость. Об опорной структуре в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору» сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Сергей Сергеев, врач-нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением номер 5 больницы Пирогова. Приветствую вас, Сергей Михайлович. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы работаем в прямом эфире. У вас сегодня есть уникальная возможность задать свои вопросы доктору. Телефон 202-11-22. Звоните, пожалуйста, к нам в студию. И я не случайно говорю, что возможность уникальная. Наши зрители, конечно, вас знают, но вдруг кто-то есть из гостей города, кто нас сейчас смотрит, поэтому скажу, что доктор Сергеев первым в России в 2006 году провел сложнейшую операцию на позвоночнике. Он заменил изношенный позвонок, местопозвоночный диск на искусственный. И с тех пор попасть к этому доктору мечтают люди во всем мире. Ну, в общем, так оно и есть. Спасибо. Сергей Михайлович, а правда, что вы еще в детстве знали, что будете врачом? Да, я знал, что в детстве буду, с детства знал, что буду врачом, поскольку такая семья врачебная была. У меня как бы не то, что не было выбора, но я просто уже представлял себя врачом с детства. Это не современно, потому что сегодня это такая трудность, сложность для выпускников школы. Они уже фактически выпускные экзамены сдали, а все еще не знают, куда пойти учиться. Ну, те, кто хочет стать врачом, они уже тоже знают. И, в принципе, это очень хорошо, если человек со школы уже знает, что он будет врачом. Вот ваше отделение номер пять. Давайте поговорим сначала про специализацию. Какие операции вы делаете и какие, ну, скажем так, самые актуальные, что ли? Да, у нас достаточно большое отделение на 70 коек, городская больница номер один имени Пирогова. Работаем в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Оказываем экстренную помощь пациентам и проводим плановые операции. Ну, следует сказать, что, в принципе, если по обращениям к нам 10 тысяч в год обращений по приемному отделению, и где-то около трех тысяч пациентов мы пролечим стационарно, то есть, ну, практически там каждый сотый, сто пятьдесятый человек нашего города становится пациентом нашего отделения. Ну, вот вы сказали круглосуточно, а почему? Это плановые операции круглосуточно или по ночам уже только какие-то экстренные? По ночам это оказание экстренной помощи пациентам с нашей патологией, а днем мы проводим плановые операции и оказываем также экстренную помощь. Но может не быть же ночью экстренных случаев? Очень редко это бывает. Правда? К сожалению, да, мы загружены достаточно так плотно. Сколько докторов трудится у вас? Ну, у нас штат достаточно большой, 16 докторов, по два доктора дежурят ежедневно, этого достаточно, чтобы оказать помощь. Так какие все-таки операции вы делаете и какие, наверное, чаще всего, если можно так сказать? Ну, в принципе, оказание экстренной помощи, это, так сказать, в основном черепно-мозговые травмы, ну, травма позвоночника. Есть определенная специализация нашего отделения, и оно, в принципе, нюкально за счет этого, то, что мы достаточно много оперируем пациентов с заболеваниями, травмами позвоночника. Это пациенты не только из Самары, правильно я понимаю? Не только из Самары, вы так уже сказали, к нам люди приезжают, получается медицинский туризм, да, и даже международные есть пациенты, которые приезжали к нам из, ну, развитых стран, таких как Япония, допустим, Америка, Испания, Англия, целенаправленно на проведение плановой операции. Это не экстренная ситуация, он приехал здесь, получил травму, а именно приезжали к нам на проведение операции, которую можно, в общем-то, было отложить. Вот так вот. А у нас мы стремились в Европу поехать оперироваться. Ну, я тогда скажу, если вы этим подняли, что, в принципе, жители Самарской области могут гордиться нашим отделением, поскольку уровень, ну, крайне высокий, и то, что вы сказали про одну операцию, которую мы сделали впервые в стране, мы таких операций сделали около пяти-семи, и были пионерами в стране по проведению других операций, то есть параллельно кто-то еще делал, но мы были всегда на передовой именно по внедрению новых операций, вот, в 2005-е, 2015-е годы, скажем так. А вот раз уж сказали, Сергей Михайлович, тогда такой вопрос, я тоже прочитала у вас на сайте, что вот такая-то операция в скобках первая в России, такая-то первая в России, вот везде вы пионеры, а где вы эти сами методики и технологии брали? Вы их сами разрабатывали или это чьи-то? Нет, нет, мы, так получилось, что, в общем-то, определенный стопор был спинальной хирургией в начале 2000-х годов, и ничего нового в стране не предлагалось для проведения операций пациентам с заболеванием травмопозвоночника, поэтому как-то удалось мне выехать за границу в первые клиники, вот, и там, в общем-то, эти технологии, которые, кстати говоря, тоже только-только появлялись, ну, чуть-чуть раньше, чем у нас, так получилось, что я эти технологии привозил в страну, и, собственно говоря, поэтому были первые. Проведя операцию у нас в отделении, первые, допустим, в стране, это было востребовано в стране, я очень много ездил по другим городам, включая и Москву, и Ленинград, и Дальний Восток, вот, и там, в общем-то, показывал эти операции, проводил мастер-класс. – То есть научили всю страну? – Ну, где-то так. Пионеры, потому что, сказали, первые, первые, мне кажется, одно, а пионеры – это, как бы, в числе многих, да, отряд пионерский. – Первым, наверное, и страшный, и ответственный, и при этом очень интересный. – Очень интересно. – Если вы не успели к началу программы, сегодня у нас в студии врач-нейрохирург больницы Пирогова Сергей Сергеев. Мы говорим об опорной структуре, то есть о позвоночнике, ну, и давайте, собственно, о нем уже и поговорим тогда. Вот те дегенеративные изменения, о которых бьют тревогу ученые, это неизбежно? Они прямо обязательно случатся с каждым человеком? – Это неизбежно. Почему? Потому что организм человека, он, в принципе, изнашивается с возрастом. Позвоночник не является той структурой, которую там можно отдельно сохранить. Это, в принципе, также ткани, которые подвергаются дегенеративным процессам и изнашиваются. – Но получается, что все мы с какого-то возраста потенциальные пациенты вашего отделения? – К сожалению, да, с 20-летнего возраста уже, по-моему, любой человек имеет какие-то проблемы в позвоночнике. Более того, мы проводим операции пациентам более раннего возраста, 15 лет, вот это, так сказать, уже возраст, который мы можем оперировать, потому что есть еще и детские нейрохирурги, которые оперируют в больнице Середавина уже пациентов 12-10-летних с дегенеративными заболеваниями позвоночника. Редко, но да, проводят операции. – Кошмар какой-то. Ну, а сколько дисков одновременно может быть изношено? – Ну, как правило, это несколько дисков. Просто диски, которые требуют оперативного лечения, это один-два в целом. Хотя это может быть и больше. – То есть это не один чаще всего, да? – Да, есть такой термин – дегенеративный каскад. То есть, когда заболевает один диск, уже позвоночник работает неправильно, биомеханика его нарушена, идет нагрузка на высшие и нижележащие диски, они также подвергаются более высокому износу. – И еще давайте, чтобы окончательно разобраться с заболеваниями позвоночника. Вот этот износ дисков не лечится какими-то препаратами, там, иголками, пиявками. Это в любом случае уже будет хирургическое лечение? – Ну, заболевания позвоночника, да, они требуют и консервативного лечения, и оперативного. Среди консервативных видов лечения некоторые назвали. Но структурно ничего не меняется практически в ткани диска, там, или позвонков, связок. Вот. Поэтому при износе этого диска нет какого-то препарата, который бы человек выпил, и он восстановился, и, в общем-то, пациент доволен. Как правило, приходится убирать этот диск и, как правило, устанавливать какой-либо имплант. – Ну, вот про вашу тягу к новаторству уже и вы сказали, и, собственно, это многим известно, да, по поводу того, что отделение пионер во многих операциях тоже известно. А вот какие операции делаете вы в своем отделении, и их не делают больше нигде в России? Такие существуют? – Ну, если честно говоря, в принципе, сейчас, как бы, уровень спинальной хирургии выравнивается в стране. – Угу. – К счастью. – Ну, к счастью. Но есть ряд операций, которые, в общем-то, мы проводим, и технически для практически большинства клиник, самых ведущих, это сделать очень сложно. Ну, в частности, установка поясничного диска проводится, ну, в единичных клиниках, но мы все равно это сделали гораздо больше, гораздо раньше. У нас гораздо больше опыт, и технических проблем нет. Достаточно мы уже, так сказать, что мы уже можем делать там диск справа, слева установить. Вот слева еще и можно установить в других клиниках, а справа, извините, мы были первые в стране, установили диск справа. – А почему? В чем разница? – Разница в анатомической особенности, потому что очень много сосудов крупных именно находится справа. И чтобы их выделить и установить диск, это операция Ультра-Си, которую, в общем-то, честно говоря, делаем только мы в стране. – А почему, Сергей Михайлович, почему другие клиники не делают? Чего у них нет? Ну, у них нет вас, я понимаю. А еще? – Ну, во-первых, я еще раз скажу, что это сложно. В принципе, эту операцию не так много делают и за границей, потому что это реально сложно. И, может быть, человеческая натура стоит в том, что я лучше сделаю операцию попроще, и мне как бы спокойнее, я сплю спокойнее, потому что могут быть какие-то осложнения. Зачем они мне нужны? Вот. А мы просто это делаем уже без всяких осложнений, потому что уже технически мы готовы. А поначалу, когда их начинаешь делать, там, ну, масса проблем у доктора возникает, который только-только начал это делать. – А вы как спите? – Ну, в целом спокойно. Нет, я, конечно, с больных переживаю, и, в общем-то, могу казаться там с виду некоторые говорят, там, как там. Нет, я в себе перевариваю, конечно, так сказать, проблемы пациентов, и очень иногда болезненно реагирую. Я жалею пациентов, иногда, ну, так бывает, что особенно пациенты, которые, ну, и бездольные, ну, извините, такое слово бомж, приводишь его в одежду, кормишь его дополнительно, даешь его деньги на такси, туда-то доехать, сюда доехать. То есть все человеческое нам не чуждо. Смотрите, сколько мы сегодня про вас уже, ну, узнали, чего неизвестно было раньше. Я хочу еще раз нашим телезрителям напомнить, что телефон прямого эфира 202-11-22, в студию можно позвонить. Сегодня у нас врач-нейрохирург Сергей Сергеев, заведующий отделением нейрохирургии, отделением номер 5 больницы Пирогова. И мы говорим о заболеваниях и о лечении заболеваний позвоночника. Что такое сложная хирургия 360 градусов, про которую я несколько раз прочитала, что вы это делаете, а что это такое вообще было бы интересно узнать? Если говорить вообще о хирургии позвоночника, то можно выделить несколько аспектов этой хирургии. Ну, малоинвазивная хирургия через кожные, удаление грыжа диска через прокол, не то, что прокол, а через иголочку. Вот, удаление грыжа диска через эндоскоп. Вот это все относится к малоинвазивной хирургии. Ну, такая стандартная хирургия, там, из небольших разрезов можно делать какие-либо операции. А хирургия 360 градусов – это уже такая, ну, большая хирургия. То есть это разрезы достаточно большие у пациента и спереди, и сзади. Установка имплантов по переднему контуру, в тела позвонков и по заднему контуру. То есть такая глобальная хирургия, которая позволяет стабилизировать позвоночник при каких-то, ну, таких очень сложных процессах, при сложных травмах или заболеваниях. Вот. А наше отделение, чем оно интересно, кстати говоря, тем, что мы владеем всем, что есть в спинальной хирургии. От функционных технологий до вот таких глобальных, требующих многочасовой операции, которые позволяют восстановить пациента. А почему нельзя отдать предпочтение только малоинвазивной хирургии? Всему, так сказать, свое место, если это просто какая-то начальная стадия дискового процесса, конечно, надо делать малоинвазивные операции. Но когда у пациента несколько дисков, как мы начинали говорить, да, или, допустим, опухолевый процесс, или сложная травма, здесь не отдаётся из маленького доступа сделать стабилизирующую операцию, здесь нужна такая вот серьёзная хирургия, которая требует такого серьёзного вмешательства. Вот про замену межпозвоночных дисков сейчас буду вас расспрашивать, но сначала давайте прервёмся на минутку, узнаем, какие новости произошли в здравоохранении страны и региона за ту неделю, что мы с вами не виделись. Более 78 тысяч случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в России на минувшей неделе. Это на 30% больше, чем на предыдущей. Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 5% и составила чуть выше 1 миллиона случаев. Врачи больницы Пирогова провели малоинвазивную операцию беременной женщине с осложнённым течением желчекаменной болезни. Важно было исключить любые вредные воздействия на маму и ребёнка. Сейчас их жизням ничто не угрожает. Будущая мама выписана из больницы. Автопарк медицинских учреждений Самарской области пополнился новыми машинами для оказания неотложной медицинской помощи. Ключи от 21 автомобиля «Лады Гранта» передали главврачам областных больниц. Новые машины распределены между муниципальными образованиями. Учёные сам ГМУ разработали концепцию «умный операционный». Это комплекс хирургического оборудования и инженерных систем в сочетании с цифровыми технологиями. Первая «умная операционная» появится в Самаре уже в этом году. Более 36 тысяч жителей региона сделали прививки от коронавируса в течение января. Средний возраст граждан составляет 55 лет. Более 43% старше 60. Специалисты напоминают, что обновлять иммунитет к COVID-19 нужно каждые 6 месяцев. Мы возвращаемся в студию. Сегодня у нас беседа с врачом-нейрохирургом Сергеем Сергеевым. И у нас есть звонок. С него и начнём. Алло, здравствуйте. 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 Галина, 74 года. У меня такой вопрос к вам, доктор. Вот стоит ли серьёзно обращать внимание на кратковременные боли в спине при положении рук перпендикулярно к телу? Если я что-то делаю, и руки у меня перпендикулярно делают, не силовое, у меня начинает отниматься спина. Да, спасибо, Галина. Спасибо за вопрос. В принципе, к непонятным болям надо всегда относиться серьёзно. Потому что действительно это вас тревожит, заботит. Ну, надо начинать, собственно говоря, с исследования. Вы сделаете МРТ этого отдела позвоночника, чтобы снять какие-то сложные или серьёзные проблемы. И тогда, если там нет ничего страшного, серьёзного, в принципе, тогда уже не стоит относиться к этим болям так серьёзно. Ну, то есть в любом случае вы не советуете проигнорировать этот момент? Да, да. Если есть проблемы, лучше сделать исследование, которое, в общем-то, укажет на диагноз. Сергей Михайлович, средства массовой информации сообщают, что скоро грядёт в Самаре великая слава, потому что она может стать первым городом, где будет проведена операция по пересадке донорских шейных дисков. Ну, ясно, что речь идёт о вас, о вашем отделении, и что вы готовитесь к такой операции, да? Да, потому что всё-таки вот хирургия с имплантами на позвоночнике, она, в общем-то, как бы в настоящее время несколько, не то что застопорилась, не появляется каких-то новых девайсов, которые, в общем-то, интересны и реально помогают человеку. Поэтому всё, что делается, это уже делается как бы стабильно, но проблема зачастую остаётся, и, в общем-то, хочется что-то применить новое, которое, в общем-то, мы надеемся, в помощь пойдёт нашим пациентам. И, в частности, мы ведём работу по внедрению операции в установке донорских дисков межпозвонковых пациентов вот с этой патологией. В принципе, мы уже многое провели, экспериментальные работы провели, где доказали, что, собственно говоря, донорские диски приживаются, восстанавливается их структура, и они помогают, собственно говоря, в движениях. Ну и провели ряд юридических, собственно говоря, работ над трупами, заготовка донорского материала. Остаётся только вот эту операцию провести, но там есть юридические тонкости, которые нам пока не позволяют это сделать. Да, мы, если это сделаем, когда все проблемы юридические решим, мы это сделаем, операцию впервые, даже не только в стране, а в Европе, потому что подобную операцию проводили в Гонконге американские нейрохирурги. Вот, показала эта операция свою эффективность, была статья в журнале «Ланцет», который все наши телезрители сейчас знают по спутнику, по нашей прививке, где этот журнал указал на высокую эффективность нашей вакцины. Вот, также вот в этом журнале была эта работа опубликована. Вот, мы это, если операцию проведём, технически мы к ней уже готовы, вот это будет впервые в Европе, поскольку первые сделали в Гонконге, в Европе не делали пока, ну и в стране, соответственно. А если мы сделаем первую операцию на шейном отделе, вот, по пересадке донорских дисков, следующим этапом будет пересадка донорских дисков на поясничном отделе позвоночника. Но это ещё никто не делал в мире, поэтому, ну, может быть, и прозвучим, если нам, так сказать, удастся решить юридические проблемы, которые существуют. То есть они технических уже не существуют, существуют, остались только юридические? Юридические. Технические есть проблемы на поясничном отделе, потому что тот доктор, который устанавливал, доктор Кейт Люк из Гонконга, который устанавливал шейные диски, он так в статье сказал, что на пояснице это сделать невозможно, потому что это технически сложно. Вы помните, говорили с вами о сложности поясничного отдела, да, установки, перейдём доступа? Но мы это сделаем, поскольку мы этим доступом очень хорошо владеем. И это будет в первой в мире тогда. Ой, вот ждём с нетерпением. Мне передали, что кто-то ещё пытался до нас дозвониться, звонок сорвался. Набирайте, пожалуйста, у нас есть ещё немного времени. 202-11-22. Доктор, ещё в студии. Да, есть звонок, да. Слушаем. Алло, здравствуйте. Алло. Мы вас слушаем. Алло. Да, здравствуйте. Я вот хотела спросить. Да, у меня на вот отдел, я хотела спросить, у меня на МРД нашли, вот, ему, у грудного отдела. Сказали, её надо, как бы, показаться на арестировку. Её обязательно что-то с ней делать? Она меня беспокоит. Ну, у меня много крыш, ещё тут в лазонечнике. Не беспокоит или беспокоит? И вот к Сергееву беспокоит. Беспокоит, ага. Это, ну, что-то обязательно делать с этой гемангиомой? То есть, просто прикинь в результаты, что с красной арестировкой. Татьяна, то есть, можно ли с этим жить? Да, да, это довольно частый вопрос. Всё зависит от размеров гемангиомы. Если она там до, ну, небольшая, до сантиметра, то есть, здесь, в принципе, оперировать не надо. Если больше, то надо проводить вортоваропластику, через кожные технологии, цементирование этой гемангиомы. Но лучше всё-таки прийти на приём, поскольку вы говорите, что у вас ещё есть какие-то грыжи. Вот, поэтому приходите на приём в любой день в больнице Пирогова. Первый корпус, первый этаж, второй кабинет. В 7 утра. Почему в 7? Ну, потому что у меня приём в 7 утра. Понятно. Сергей Михайлович, я хочу вернуться к тому, о чём мы только что говорили. Вы сказали, что проведена большая работа подготовительная. То есть, вы, во-первых, сколько времени вы уже к этому готовитесь? И, насколько мне известно, вы сейчас на животных пока проводили эти операции? Да, мы выиграли грант правительства Самарской области на это исследование. Мы провели операции на кроликах, вот, на 28 кроликах, где убедительно доказали… Все живут в отцове. …морфологически. Да, да, мы, в общем-то, следили за ними, кормили их, даже усиленно, поэтому они, в общем-то, очень себя неплохо чувствовали. Где убедительно доказали, что донорский диск приживается, морфологически, то есть гистологически, после шести месяцев там уже восстанавливалась полностью ткань диска и совершенно полностью, так сказать, были представлены движения в этом оперированном сегменте. Вот, поэтому мы многое для этого делали. Ну, я же говорил, что еще что-то, мы там на трубах работали. Просто есть один такой вот приказ Минздрава Российской Федерации, где в перечнях трансплантации, значит, есть масса тканей, включая и руки, ноги, и глаза, и прочие ткани. А вот почему-то нет конкретно ткани позвоночника, и мы уже не можем проводить эту операцию юридически. Вот. Мы надеемся, ситуация изменится. Удивительно. А у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы. Здравствуйте, Сергей Михайлович, я бы хотела вам задать вопрос. Здравствуйте. У меня делал МРТ, и у меня поставили Доксальная протрусия дискурс ИС-2, ИС-3, ИС-4, ИС-5. И вот у меня идет отечность от этого по всем бедрам. Может от этого быть отечность? Ну, нервопоток, и говорит, ничего страшного нет в этом. Ну, в принципе, нет. Это от позвоночника отеков в ногах не бывает. Вот. Но все равно лучше так же прийти на прием, потому что, если есть конкретная проблема, ее надо решать конкретно. Если мы какие-то... Если мы говорим об общих вопросах, я отвечу. А когда ситуация о конкретном человеке, лучше это, так сказать, прийти на прием, очно посмотреть. Угу. Ну, еще опять хочу к донорским дискам вернуться. Скажите, а чем донорский диск по-вашему лучше искусственного? Ну, мы провели, кроме того, что сказали, в общем-то, еще научно-методические работы, и, в общем-то, поняли, что импланты, они имеют все-таки определенное осложнение. Вот. При их установке. В частности, это отторжение, вот. Воспалительные, так сказать, какие-то нарушения, которые могут привести, собственно говоря, к неэффективности этой операции. Вот. Плюс ко всему, честно говоря, это дорого. Это дорого, если искусственный диск, вот, брать по цене, поясничный, сейчас стоит порядка 700 тысяч. Вот. Ну, шейный 500. То есть, это все экономическая тоже составляющая. Тут и играет определенную роль. Все-таки донорская хирургия, она в данном случае будет и дешевле, вот. И вместе с тем, она имеет вот определенные положительные моменты в плане отторжения. Люди в основном одинаково устроены. Мы же все до последнего терпим боль. И, наверное, большинство пациентов попадают к вам, когда уже, ну, все уже, сил терпеть, боль нет и так далее. Я ошибаюсь? Ну, в принципе, да. Это, собственно говоря, человеческая натура. Но есть и другие люди, которые чуть кольнуло, тут же бегут. Ну, не оперироваться, а таблеточку. Ну, не только, так сказать, что-то появилось, какие-то непонятные ощущения, все. Все-таки как правильно. Надо атаковать поликлинику. Надо тут так бы... Как правильно, вот с болями в спине, с позвоночником, как все-таки найти вот эту золотую середину, чтобы и вовремя, и... Ну, все-таки мы говорили о профилактике тоже. Помните, там таблетки какая-то, поможет, не поможет. Все-таки основное – это физкультура. Это закачивание мышечного корсета около позвоночника. Это мышцы пресса, мышцы спины, плечевой, пояс, шейные мышцы. Вот. Если они в рабочем состоянии, если они в тонусе, они, во-первых, с одной стороны, держат позвоночник, стабилизируют все стрессовые ситуации, непосредственно возникающие, действующие на ткани позвоночника. Вот. И вместе с тем, за счет своего, своего, как бы, корсетного массива, так сказать, имеют хорошее кровоснабжение, и, соответственно, это кровоснабжение... Понятно. Сергей Михайлович, вы меня просите, что перебиваю, но мы же должны успеть сказать нашим зрителям «до свидания» и приглашение вам на следующий эфир. Ждем вас. Спасибо. Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова